Современная государственная пропаганда заставляет и заставила абсолютное большинство людей думать, что налоги это благо, что платя налоги, ты заставляешь дороги строиться, заставляешь скорые ездить и так далее, и так далее. В общем, вносишь свою лепту. Это, хоть и кажется интуитивным, является враньем. И вот почему. Первая причина заключается в том, что государству для всего вот этого вот и не нужны твои налоги. И государство вообще-то обладает абсолютно безумной властью. Государство сидит на наших недрах, например, и может продавать полезные ископаемые, которым мы доступа не имеем. Государство налогооблагает товары, которые приезжают в страну, которые уезжают из страны, оно выдает лицензии, оно выдает водительские права и так далее, и так далее. В общем, государство, как бандит, отбирает людей везде. Налоги ему для этого не нужны. Вторая причина заключается в том, что все вот эти вот общие блага, на которые мы все скидываемся, распределяются неравномерно. От дорог мы все получаем плюс неравномерно. То же самое от скорых, то же самое от всего остального. Да, можно говорить где-то больше, где-то меньше, однако прикол заключается в том, что любой гражданин, который зарабатывает выше среднего, а средний в большинстве стран достаточно низко, получает гораздо меньше, чем отдает. При этом местами ситуация может быть настолько бредовой, что людям моего поколения могут говорить, да, вы должны делать пенсионные взносы, но пенсии у вас, скорее всего, не будет. Короче, налоги и все остальное, что с нас стирает государство, это просто обман и воровство. Ну и третья причина того, почему это является враньем. Ребят, вы не государство. Несмотря на то, что вам может говорить ваш президент или мне может говорить мой, мы не являемся источником власти. Мы просто являемся холопами, которыми государство владеет. Нет, ничего постыдного в том, что ты являешься холопом, если ты в этом не виноват. Однако холоп, который защищает своего хозяина, а не себя, мало того, что является холопом, так еще и является дураком. Подписывайтесь на...